Итак, вы стали счастливым владателем затеревочной масочной массовки. После того, как вы ее распаковали и проверили на наличие дефектов при транспортировке, убедившись в их отсутствии, вам надо подготовить ее для работы. Для этого удаляем все лишние транспортировочные и упаковочные листы. Поднимаем ручку в рабочее положение. Так, чтобы было удобно работать оператором. И проверяем затеревку резьбовых соединений лопастей. Продолжение следует... Проверяем затеревку в тюпление ручки. и протягиваем основные узлы крепления двигателя вибратора редуктора ручки все крепления что увидите вы на своем пути держи машинка готова к эксплуатации переводим топливный кран положение включено заслонку выключено проверяем ключа дросселя переводим его в нейтральное положение включено включено удерживая рычаг аварийной установки производим вкус для технической машины время работы способность укладывания новостей вот еще не поменяем углу наклона после прогрева двигателя можно приступать к работе для этого рычаг дросселя переходим в крайнее положение восходим в нейтральное положение и добавляем газ так мы опять еще одну раз проверили выключать аварийные установки после завершения работы отработав один день 8 часов надо заменить масло в двигателе и в редукторе также промазать крестовины угла наклона от лопастей отработав рабочий день смену сливаем масло со сливной спусковой заглушки откручивая ее подставив емкость для спуска масла и открутив для подачи воздуха пробку уровня после слива масла закручиваем пробку слива и заливаем свежее масло это в двигателе в редукторе снизу также находится сливное отверстие пробочка для удобства откручиваем ее и в подготовленную емкость также сливаем масло подождем когда масло сольется полностью ее закручиваем и в заливное отверстие заливаем полный уровень масла также забиваем смазкой литол тавотницы на удлинителях лопастей в рамках элли плавка